Над солнечной поляной нависли грозовые тучи. Дома, которые должны были стать логическим завершением одного из самых интересных районов Краснообска, так до сих пор и не строятся. И в то время, когда обманутые дольщики штурмуют прокуратуру, застройщик, общество с ограниченной ответственностью, дирекция заказчика, судится со своим партнером, подрядной организацией. В четвертом квартале 2014 года мы должны были с своей семьей жить в этой квартире. Но по вине застройщика нам приходится бомжевать. Евгения вспоминает, как вместе с мужем задумали – отметим новоселье, родим второго. Но эти планы пришлось откорректировать. Мы заключили договор с ООО «Дирекция заказчика». Со своей стороны мы свои обязательства полностью выполнили, оплатили полный объем. Застройщик со своей стороны не выполняет обязательства. Готовность дома примерно составляет не более 20%. Стройка полностью заморожена. По словам дольщиков, почти два года стройка стояла колом. Якобы из-за технической ошибки. Проблема была. Сдабливали часть фундамента. Но мы это все-все ликвидировали, все-все сделали. И процесс пошел дальше. В Горстройнадзоре факт смещения части фундаментной плиты подтвердили. И, кстати, отметили, что работы на площадке не ведутся по сей день. Январь полностью стройка также была заморожена. Сегодня третий день. Примерно четыре человека создают видимость, что стройка ведется. На вопросы с подрядчиками никаких ответов нам нет. То есть на сегодня нам даже ответили, что нет плит для перекрытия этажа. В случае у вас так, что завод отгрузил наши плиты на другую организацию. Но это обычные технические проблемы. С понедельника вторника, я думаю, там усиленная поставка материалов пойдет. И стройка зашевелится быстрее. Перебои с поставкой материалов намекают на перебои с финансами. А есть ли вообще деньги на достройку дома? С вопросом этим дольщики обращались в прокуратуру. Ответ их удивил. Со стороны прокуратуры был дан ответ следующий. По устной информации дирекции заказчика, деньги на строительство имеются, и дом будет сдан в срок. Должны быть какие-то документы, подтверждающие, либо наличие на расчетном счету, либо какую-то готовность банка дать им кредит какой-то на достройку объекта. Ну, ничего нет. Согласно акту, проведенной в конце 2015 года Минстроем документарной проверки, общая стоимость работ по этому объекту составила почти 119 миллионов рублей. Из них на конец лета минувшего года освоено почти 50. Где остальные? В дирекции уверили – все на месте. Правда, на каком конкретно не указали. Счета, видимо, засекречены. Зато планы по их пополнению Сергей Распопин расписал в радужных красках. Во-первых, все-таки прозваниваем дочек, которые недорассчитались. Недорассчитались в том числе и с предыдущего дома. Ну, в районе 20-25 миллионов там еще можно собрать. Второе, там есть непроданные площади. Почти все подвальные помещения, они у нас подаются по договору древой части. И некоторые площади, которые остались в этом доме. Логика «продадим, будут деньги» в принципе понятна. Вопрос в другом. Кто захочет рискнуть инвестированием в долгострой? Да еще и у того, кто погряз в судебных тяжбах. 10 февраля в арбитражном суде состоялось первое слушание по иску бывшего генподрядчика дирекции ЗАО ПЦУПС о признании общества банкротом. В настоящий момент дирекция заказчика имеет перед ЗАО ПЦУПС задолженность в размере более 10 миллионов рублей, которая была прослужена, то есть подтверждена вступившими в законную силу судебными актами и не погашена в течение уже более года. К слову, ПЦУПС уже и сам банкрот. И по словам господина Распопина, тоже должник дирекции. Эта организация ЗАО ПЦУПС должна дирекции заказчика по разным позициям 30 миллионов и 18 миллионов. В общей сложности 48 миллионов. А пока бояре дерутся, чубы трещат у холопов. За СИМ они ищут помощи у депутатов в районных и областных инстанциях и даже в администрации президента. Мы заложники данной стройки. У нас есть отписки от власти, что нам делать, куда нам бежать. Неизвестно, мы просто хотим привлечь к себе внимание власти для того, чтобы помогли нам решить проблему вот эту. Проверка Министерства строительства подтвердила, застройщик нарушил 214-й федеральный закон, сорвал сроки сдачи объекта, не информировал об этом инвесторов. Однако административные взыскания не помешали перенести сдачу дома на конец 2016 года. Основной вопрос – это 12-й дом, который находится в стадии каркаса. Каркас мы планируем весне завершить, а сам дом сдать до конца года. Но инвесторы не верят. В народе уже давно идет дурная слава от тех, кто застраивает солнечную поляну. Вот, например, отзывы на Флампе. В этой компании работают мошенники в лице Распопина СН. Строят медленно, грубо нарушают ФЗ-214. Не достроив объект, ликвидируют юрлицо и затем скрываются от инвесторов. В данный момент они же Проми-100 строят на связистов. О, Ермак! Это юрлицо они закрывали, не достроив и не сдав несколько домов. А вот эти организации Ермак и Проми-100, они, получается, что это просто были ваши подрядчики? Ну, как бы, да. Наши организации были. Это ваши организации или ваши подрядчики? Ну, подрядчики. От этой неуверенности в ответе еще больше вопросов. Кому и зачем понадобилось множить юридические лица? Что на самом деле связывает их между собой? Где деньги? Все эти вопросы возмущенные инвесторы намерены адресовать в прокуратуру. Они будут настаивать на повторной проверке дирекции заказчика и, если понадобится, на возбуждение уголовного дела.